Таши Дилек, с вами Буддистка Кэт. Намасте. Здравствуйте, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня 1 сентября 2019 года, и я хотела бы записать для вас видео о том, что же такое Таши Дилек, почему я постоянно говорю в начале видео Таши Дилек, что это обозначает. И хотелось бы с вами окунуться немного в прошлое и посмотреть, как же это начиналось. Поехали! Ой, атмосфера такая прям, не знаю, хоть тут и торговая улица, и энергии такие материального плана, но тут все равно... Все, покажите. Но все равно здесь так спокойно, как дома. Ой, дорого у вас все, мне кажется. Не сегодня. О, Тибет. Таши Дилек. Кстати, я же придумала себе новое название. Фу, название. Новое приветствие. Таши Дилек. Таши Дилек, здравствуйте, означает тибетского. И пожелание всего самого прекрасного, доброго, вот чего я всегда всем желаю. Немного похоже на гуанскую нашу лавку. Да, все верно. Таши Дилек. Это тибетское приветствие. Как если бы я говорила hello, или holo, или что-нибудь там в таком же духе. Ну, или как намасте, это индийское приветствие. Это приветствие божественного в собеседнике. То есть, мое божественное приветствует божественное в тебе. По-русски мы скажем здравствуйте. И пожелаем собеседнику здоровья, здравствовать. А тибетцы, они когда говорят Таши Дилек, они желают удачи, благополучия. Чтобы все благоприятно складывалось. И я решила вот позаимствовать у тибетцев и тоже своим зрителям желать не только здоровья, но и всего самого прекрасного, самого светлого и доброго. В начале видео замаскировано немного. И в конце, таким образом, чтобы приумножалось благополучие всех зрителей. То есть, это вот именно такой мой добрый посыл для всех. И да, сегодня вот 1 сентября, день знаний. И я надеюсь, вы узнали для себя что-то новое, что-то интересное. Конечно же, поздравляю всех с днем знаний. Я желаю вам, чтобы знания становились качественнее, которые вы получаете, чтобы информация фильтровалась из достоверных источников. Чтобы она приносила пользу, потому что в наше время информации очень много. Потоки просто невероятные. И не всегда получается понимать, что это пришла за информация к тебе. И да, конечно, в таких ситуациях нужно слушать не только свой ум, но и сердце, свою душу. Что она говорит, будет ли полезна эта информация. Конечно, все, что происходит в нашей жизни, оно необходимо для нашего опыта. Но порой может завести немного не туда. Но наша душа, она всегда знает, какой ей необходим опыт. И она всегда подскажет. Нужно уметь слушать себя. Поэтому я вам всем желаю, чтобы вы могли слышать себя. Чтобы все было прекрасно. Чтобы вы жили в гармонии с собой и с миром. И если видео вам понравилось, было познавательным, увлекательным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я благодарю всех за вашу активность. Это очень радостно для меня. Это показывает о том, что я тружусь не зря. Я записываю эти видео, что-то рассказываю. Делюсь своим опытом, своими какими-то осознаниями. Это все важно. И так и будем с вами дальше двигаться в этом же русле. Я желаю вам всего самого доброго, светлого, прекрасного. Шли вам лучики добра, любви. Будьте счастливы, будьте здоровы и крепеньки. И чтобы близкие были здоровы и крепеньки. Я вас всех очень-очень люблю, благодарю. Пока-пока.